ТАППОВА ТАППОВА Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне» – передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные, а главное, очень вкусные блюда, друзья. Наступила осень, и в России это, наверное, самое благодатное время года, потому что время сбора урожая. Россия, как правило, пирует, набирается сил перед долгой, изнурительной зимой. Поэтому сегодня у нас на столе обратите внимание вот что. Ну, у нас в Хакасии появление лисичек уже предзнаменование осени. Правда, опята еще не пошли. Сегодня мы приготовим блюдо, русское блюдо, хороший, старинный рецепт. Это растягай, друзья. Мы в нашей передаче уже касались этой темы. Мы делали растягай с щукой, с картошкой, с сливочным таким хорошим, хорошей начинкой. Но сегодня мы обойдемся без животных продуктов, за исключением молока. Мы приготовим растягай с лисичкой и с гречкой. Почему? Потому что, друзья, для всех пирогов русской кухни главной основой для начинки всегда являлась крупа. Ну, а что же еще? Самыми популярными были, ну, конечно же, горох, пшено и гречневая крупа. Ну, хоть сейчас у нас с вами выбор, смотрите, какой большой, можно хорошо расширить свою кулинарную фантазию. Сегодня для начинки растягая я возьму все-таки крупу гречневую аллейка. Ну, во-первых, дело в том, что конкретно данная крупа выращена в экологически чистом районе Алтая и обработана по всем технологическим и санитарным требованиям. И это, кстати, относится ко всей линейке групп, а также хлопьев от компании Аллейка. Во-вторых, в тесто, помимо муки высшего сорта, мы добавим ржаную. И вот именно ее сочетание с гречневой кашей даст великолепный аромат, ну и, разумеется, вкус. Ну, и третье, мне нужна каша рассыпчатая с такими крупами, как Аллейка. У меня получится 100%. Итак, я высыпаю гречку вот в такое приспособление, которое называется термосервирователь от компании Таповая. В чем здесь весь секрет? Смотрите, я гречку варить не буду, я просто заливаю кипятком, который только что у меня забурлил. Наливаю приблизительно так, ну вот как мы привыкли рис варить, да, чтобы было два пальца от поверхности крупы. И все. Я хорошо все закрываю. И в чем здесь секрет? В гречке очень много полезных веществ, очень много витаминов, которых, собственно, вообще нет нигде. Ну, по крайней мере, в ней их большое количество. Также это, конечно же, хороший источник белка. И вот с таким способом приготовления я их сохраню максимально в нашей крупе. Отставляем термосервирователь в сторону, и через 20 минут каша будет готова. Ну, а мы приступаем к тесту. Тесто для растягаев, в общем-то, можно делать разное, друзья. Если вы любите сдобное какое-то, да, хорошее тесто, насыщенное сливками, сметаной, маслом сливочным, конечно, делайте так, как вы привыкли. Но я сегодня сделаю упрощенный вариант, потому что начинка, которую мы дальше будем делать, она как раз будет такая, знаете ли, очень насыщенная в плане жировых каких-то, да, составляющих молочных, естественно. Поэтому тесто будет слегка таким суховатым. Ну, давайте поподробнее. Я возьму 250 грамм теплой воды. Здесь у меня натуральные дрожжи. Добавляем приблизительно 15 грамм дрожжей на 250 грамм воды. Добавим обязательно соли. И обязательно, друзья, сахар. Ну, как вы знаете, сахар является питательной базой для натуральных дрожжей, чтобы они заработали и начали выделять углекислый газ, который, собственно, и будет поднимать тесто. Столовую ложку муки, чтобы дрожжи уже начали с ней соединяться. Соединяться они будут следующим образом. У меня такой вот специальный миксер. Хорошо закрываем по краям. Закрываем клапан. Делаем вот так. А потом делаем вот так. Теперь мы еще раз откроем клапан, закроем и еще раз перемешаем. И, собственно, опара у меня готова. Выливаем замесочное блюдо. И начинаем добавлять муку. Я использую муку высшего сорта олейка. Сначала мы будем перемешивать с грибочком. И помните, в начале передачи я сказал, что буду использовать ржаную муку. Знаете, для чего? Конечно, она больше такая хлебопекарная, но я ее буду добавлять и в тесто для растягаев, и для пирогов, когда делаю с гречкой, потому что вот сочетание ржаной муки, вот этот запах и запах гречки, и вкус, это невероятно просто, как они дружат, как они сочетаются, просто удивительно. Но с ржаной мукой, друзья, надо быть предельно осторожным. Ее много не нужно. Я буквально две столовые ложечки положу, что называется, для запаха. И перемешаю. Пока тесто у меня жидкое, я добавлю в него растительного масла, щедро, где-то, друзья, 4 столовые ложки. И продолжаем добавлять муку высшего сорта. Я, если честно, вот что касается там в граммах, я всегда ориентируюсь на консистенцию. Просто делаю жидкое тесто, а затем добавляю муку до тех пор, пока консистенция не начнет меня устраивать. И сегодня мы заводим тесто крутое, так, чтобы можно было лепить пирожки. Ну и уже, я думаю, что можно подключать руку, потому что рукой ты всегда чувствуешь, какая консистенция. Начинаем тесто уже, что называется, месить. Выкладываю тесто на стол, так вымешивать удобнее. Благодаря тому, что мы добавили растительное масло, тесто у нас получается такое мягенькое, эластичное. И что мне больше всего нравится, оно не липнет к рукам. А также, благодаря растительному маслу, у нас тесто будет такое суховатое, ближе, наверное, к песочному. Потому что вот наша жирная начинка, она как раз, вот это вот почти песочное тесто, оно начнет впитывать в себя. И пропитается вкусами. Чуть-чуть подпылим. Вот тесто становится не такого совсем привычного белого цвета, как мы привыкли, а слегка бежевое, благодаря ржаной муке. Это, конечно же, еще и полезно. И все, друзья. Тесто я обратно перекладываю в замесочное блюдо. Закрываю так хорошо со всех сторон. Как только оно будет готово, крышечка и скроется. Отставляем в сторону. Друзья, появляется время. Я подготовлюсь ко второй части нашей передачи. Небольшая реклама. Обязательно возвращайтесь. Спонсор программы – компания ТАППОВЕ. Единственный официальный дистрибьюторный центр ТАППОВЕ в Хагасии, юге Красноярского края и Республике ТВА находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж. Телефон 28-73-26. С ТАППОВЕ всегда вкусно, быстро и полезно. Кто самый сильный в семье Олейка? Тот, кто зарядит энергией на весь день. Тот, кто дружит с молоком и маслом. Кто накормит завтраком всю семью. Полезные крупы Олейка. Олейка – дружная семейка. Прекрасно, что вы дождались второй части нашей передачи. Напоминаю, что у нас сегодня русская кухня, русский рецепт «Растегаи» с гречкой и лисичками. Тесто у нас уже стоит, ржано-пшеничное, так скажем. Что мы, гречку мы запарили в термосервирователе, и она у нас готовится. Минут через 10 мы уже посмотрим, что у нас получилось. Должна получиться хорошая рассыпчатая гречневая каша. Ну и начинаем заниматься начинкой. Итак, короли осени. Ну, наверное, только после опят, конечно. Это лисички. Замечательные грибы, чистые. Я не буду их сильно мелко резать. Будет здорово, если они будут попадаться в начинке. Ну, кстати говоря, грибы можете использовать, в принципе, любые, какие у вас есть. Но считаю, что использовать осенью магазины и шампиньоны – это моветон, друзья. Все-таки дары нашей хакасской природы, я думаю, удовлетворят любой, даже самый взыскательный вкус. Сковородочку, которая называется ВОК. Ну, просто в ней удобно готовить соус, и в ней очень быстро все обжаривается. Можно взять, конечно, и сотейничек, но я хочу, чтобы грибочки подрумянились. Именно поэтому я использую именно сковороду, на которой можно хорошо поджарить. А зачем подрумянивать? Ну, знаете, дело в том, что когда продукт поджаривается, он усиливает свои ароматы и вкус, он становится, он обостряется, становится более интенсивным. Это раз. Ну, и когда мы лисички поджарим, мы их еще и параллельно, значит, подсушим. И это тоже очень хорошо, потому что после этого мы будем добавлять жидкие ингредиенты, и они в себя начнут все это впитывать. Это тоже очень здорово. Обжаривать, друзья, я буду на сливочном масле. Это принципиально для данного рецепта. Пока вог не сильно разогрелся, масло ни в коем случае не должно начать гореть. Мне важен сливочный вкус. Не дожидаемся, когда масло начнет коричневеть, выкладываем лисички, перемешиваем и нагреваем хорошо, чтобы начался процесс обжарки. А я тем временем продолжу делать заготовки и порублю лук таким вот мелким кубиком. Вот, я думаю, одной головки мне будет достаточно. Возьму немножко молодой моркови и тоже порежу кубиком. Ждем, когда грибы начнут поджариваться. Сейчас из них вышла влага. А вот, видите, открылась крышечка. Сейчас посмотрим. Это значит, что тесто поднимается. Мы его еще раз обомнем. Очень удобно с таким сигналом делать все правильно. Обмяли и снова закрыли. Когда она стрельнет в следующий раз, это будет сигнал к тому, что все готово. Грибочки начинают поджариваться, покрываться золотистой корочкой. Они и так красивые. А сейчас они становятся просто-напросто суперпривлекательными. Еще чуть-чуть подержим. Они должны начать щелкать, пощелкивать. И это уже тогда сигнал к тому, что нужно добавлять лук и морковь. Итак, видите, вот они начинают пощелкивать. Добавляем овощи. Мне кажется, что редко какой запах может поспорить с запахом сочетания лука и грибов. Ну, правда. Мне кажется, это самое аппетитное, что может быть. Сейчас просто такой аромат на моей кухне стоит. Можно с ума сойти. Вот на этом этапе, когда я добавил лук, я, друзья, обязательно посолю. Для чего это делают? Для того, чтобы из лука тоже соль вытянула воду. Ну, и грибы, как вы знаете, в соли тоже нуждаются. Все-таки там есть не совсем полезные вещества, которые нужно нейтрализовать. для придания более интенсивного аромата я добавлю черный перец. Из приправ я больше не буду использовать ничего, потому что наши предки не имели доступа ко всему тому, что мы сейчас с вами имеем, чем можем воспользоваться. Пока у меня жарится, я возьму немножко зелени, петрушки. Нарежу вот такой вот измельчитель. Мне нужно помельче зелень измельчить. Так, здесь не забываем мешать. Ладно, к этому вернемся. Друзья, пора добавлять муку. Нам необходимо загустить соус, причем муке я добавляю 2 столовые ложки, то есть он должен быть погуще, чем обычно мы делаем. Мы им не будем ничего поливать, мы будем смешивать вот это вот все с гречневой кашей. Мука тоже должна слегка обжариться. Когда она попадает в тепловую обработку, она начинает, у нее получается такой ореховый слегка запах. Это тоже очень вкусно. Это первое. И второе, она хороший, придает цвет соусу. такой слегка коричневатый, что, собственно, хорошо будет гармонировать с гречневой кашей и с лисичками. И теперь мы начинаем добавлять молоко. Молоко у меня здесь теплое, чтобы не остужать соус. Вот такой густоты, друзья, все должно получиться. Я выключаю плиту, сдвигаю, чтобы ни в коем случае ничего у меня не подгорело. Вот такой густой соус. Но мы же понимаем, что нам его нужно будет заворачивать в тесто, потому и такая густота. А, собственно, кстати, про тесто. Вот оно и готово. Я быстренько измельчаю зелень и перекладываю его в соус. Какие, вы мне скажите, нужны еще приправы? Вообще никакие не нужны. Все. Все самое вкусное, что родила наша земля, все здесь. И цвет прекрасный, и вкус, уверен, замечательный. Итак, друзья, у нас практически все готово. Сейчас я беру небольшой тайм-аут, посмотрим рекламу. За это время мне нужно, чтобы соус немножко остудился. Ну и возвращайтесь, посмотрим, как у нас сварилась гречка. Сделаем уже до конца начинку. Ну и, собственно, начнем делать растягай. Спонсор программы компания ТАППОВЕ. Единственный официальный дистрибьюторный центр ТАППОВЕ в Хагасии, юге Красноярского края и Республике ТВА находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж, телефон 28-73-26. С ТАППОВЕ всегда вкусно, быстро и полезно. Кто самый главный в семье Олейка? Тот, у кого внутри секрет. Тот, кому все рады. И кто соберет всех за одним столом. Добрая мука Олейка. Олейка дружная семейка. Друзья, прекрасно, что вы остаетесь с нашей передачей. Посмотрите, какое у нас получилось эластичное, мягенькое, хорошее тесто из муки высшего сорта и из ржаной муки. Олейка я его обмял и положил. Теперь, внимание, у нас вот такой густой соус из лисичек, лука, моркови, молока и муки тоже готов. И помните, в начале передачи мы положили, высыпали гречневую крупу в термосервирователь от компании ТАПОВЕ, залили кипятком, я вам обещал, что получится рассыпчатая каша. Смотрите, она, собственно, и получилась чудесно, великолепно. Самое главное, что все важные питательные вещества, полезные витамины, все в ней сохранились. Теперь нам нужно для начинки все это соединить. Я перекладываю в чашу часть соуса и гречку. перемешиваю. Ну и, конечно же, перемешиваю. Здесь есть смысл попробовать на соль. У меня все хорошо. Я гречку не солил, а соус посолил покрепче. И в результате у меня получилось очень даже умеренное, умеренный посол. Итак, друзья, начинка чуть-чуть остывает, ну а мы начнем заниматься раскаткой теста. Тесто мы еще раз обомнем и разделим на уже порционные такие шарики. Сделаем подпыл и начнем раскатывать. Растягай, друзья, по размеру конечно же поболее, чем пирожки. Можно сравнить наверное с грузинскими хачапури по размеру. Но хачапури правда бывают и побольше. выкладываем начинку. Вот она остыла, стала густой. Начинки в растягай не жалейте. И начинаем таким образом с краев защиплять. И вот так начинку распределять. по всему растягайчику. А здесь можно так слегка завернуть. И вот он первый готов. Ну и собственно с остальными поступаем точно так же. распределяем. начинку по всей полости теста. Если кто не знает, давайте объясню, в чем смысл вот этой дырочки. Растягай, как правило, подаются с каким-нибудь бульоном. бульоном. я поместил я поместил их на такой силиконовый коврик, который не нужно смазывать маслом, просто сбрызнули водой, стряхнули и отправляем в духовку. Температура в духовке 200 градусов. Этого будет достаточно, чтобы приготовилось тесто и разогрелась хорошо начинка и подрумянилась разумеется поверхность. Ну и как у нас на телевидении обычно бывает бабац и все. И все готово. Прошу обратить внимание, какие великолепные растягайчики у нас получились. Подавать, как я уже говорил, конечно же их не было бы смысла делать растягая, если бы у вас не было бульона. Хорошо с куриным хорошим насыщенным бульоном. В принципе можно и с овощным и конечно с щедрой ложкой хорошей сметанки. Все, друзья, знаменитое русское блюдо растягая с гречневой кашей и лисичками у нас готово. Если вы чего-то не запомнили, я напоминаю, что наша передача сегодня повторится на канале Россия 24 в 19.00 это произойдет. Если вы хотите вспомнить или узнать рецепты из наших прошлых передач, я вас приглашаю на сайт Одноклассники. Там есть наша официальная группа, так она и называется, муж на кухне. Добавляйтесь, читайте свое удовольствие, задавайте вопросы, можно там общаться, кстати, так что добро пожаловать. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся на следующей неделе. Пока. Спонсор программы компания ТАППОВЕ. Единственный официальный дистрибьюторный центр ТАППОВЕ в Хагасии, юге Красноярского края и Республике ТВА находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж, телефон 287326. С ТАППОВЕ всегда вкусно, быстро и полезно. Кто самый сильный в семье Олейка? Тот, кто зарядит энергией на везде. Тот, кто дружит с молоком и маслом. Кто накормит завтраком всю семью. Полезные крупы Олейка. Олейка дружная семейка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова